Ожидает от меня сегодня услышать какие-то окончательные ответы на то, как была основана слобода царевого городища и как осваивалась Притабуле. Ничего не услышите. Я буду говорить о том, чего мы не знаем. Потому что то, что мы знаем, это хорошо растиражировано в интернете, это написано сейчас на том сайте, который мы сделали вместе с Андреем Вагиным по истории Курганской области. В общем, любой, кто хочет узнать, что мы знаем, залазит на этот сайт и там это все благополучно читает. Сегодня я поговорю о том, чего мы не знаем и почему мы этого не знаем и можем ли мы вообще это узнать, собственно говоря. Понятно, да? Владислав, готова техника? Все. Тема лекции такой своеобразной «Русское освоение Притабуле. Основание слобода царевого городища». Почему об этом говорим? Ну, собственно говоря, слобода царевого городища – это современный город Курган. Городом он стал в 1782 году. Благополучно по решению Екатерины Великой и слово «царево» исчезло, хотя изначально наши горожане просили, чтобы город назвали «царевым Курганом», как это было названо «слобода». Но в Питере решили, что для маленького уездного городка приставочка «царево» будет слишком громкой, и эту приставочку благополучно убрали. И вот получилось то название, которое у нас с вами есть сейчас. Надо понимать, что к тому времени, когда статус города был присвоен, «слободе» было больше уже 100 лет. И, собственно говоря, за это время она была и важной военно-политическим пунктом, и хозяйственным пунктом в освоении юго-российских территорий Западной Сибири. Ну и, в общем-то, на самом деле, вот как раз об этом столетии между основанием «слободы царевого городища» и присвоением ей статуса Кургана по решению Екатерины Великой, мы, в общем, ничего не знаем. То есть вот за это столетие, собственно говоря. У нас есть очень большие проблемы с тем, что мы просто банально не можем найти многих документов, которые должны были быть, и которые есть по аналогичным населенным пунктам Путемени, по Тобольску, по Ишиму, по Илутаровску, по Кургану, мы просто это выявить не можем. Даже по Шадринску больше документов. Мы банально, несмотря на уже больше, чем 10 лет раскопок на территорию города Кургана, до сих пор не можем найти, где же была крепость этой «слободы». Мы не видим ее, собственно говоря, ни в одном из наших раскопов. И самый старый дом за эти 10 лет, которые мы нашли, это дом 1730-х годов. То есть даже более старшего, чем 1730-е годы, мы найти тоже не можем, собственно говоря. Вот. И чтобы понять, что у нас вообще происходит, начнем с вопроса о дате. Я вот здесь в хронологическом порядке попытался выписать все те точки зрения, которые за последние два столетия высказывали разные авторы на то, когда же основан был наш город Курган. Собственно, самая старая дата, это 1553 год, это энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона. Такой авторитетный словарь, все его прекрасно знаем, все на него опираемся, он хорошо растиражирован. Вот. И, в общем, если бы мы были не историками, если бы мы были политиками, то вот эта дата нас бы вообще дивно устроила просто-дапросто. Потому что, смотрите, в таком случае городу Кургану у нас уже практически там 400... Скоро будет 470 лет. Вот. Как известно, в Российской Федерации очень любят давать под круглые даты различные суммы на развитие города. И, собственно говоря, именно по этой причине очень многие современные российские города пытаются найти как можно более древние истоки. Ну, например, город Казань, которая обосновала свою тысячелетнюю историю на основании того, что археологи нашли всего лишь одну монетку 9 века. Вот на основании этой монетки было обосновано тысячелетие Казани. Хотя на самом деле, кроме этой монетки, никакого другого обоснования в Казани нет, собственно говоря. К сожалению, тот автор, который писал статью о городе Кургане в словаре Брагауза и Ефрона, в жизни никогда в Кургане не был. Он вообще не был в Западной Сибири. Он вообще был только в Воронеже. Это замечательный краевед, который является в Воронеже одним из признанных специалистов по истории Воронежского края. Они его там обожают, в честь него проводятся конференции. Он в Воронеже один из экспертов. Но что и откуда он брал при написании своей статьи про город Курган, мы понятия не имеем. Откуда он взял вот эту дату, 1553 год, в общем, сейчас, наверное, уже никто не выяснит. Как, собственно говоря, и даты последующие, 1596-1616, ну то есть вы видите, какое количество дат различных, собственно говоря. И везде, где мы начинаем копаться, никто из тех авторов, которые предлагают эти даты, на самом деле не ссылается на то, откуда он эту дату взял. Такое впечатление, что очень долгое время почти все эти даты придумывали. По сути, есть более-менее внятное обоснование, только вот 1635 год, тут все легко. В свое время был такой известный историк Миллер в 18 веке, он написал трехтомную историю Сибири. Перед тем, как писать трехтомную историю Сибири, он больше 10 лет катался по экспедициям по всей сибирской территории. Ну, надо понимать, в то время были академические экспедиции. Средняя продолжительность академической экспедиции была от 8 до 15 лет. Представляете, академики из Петербурга уезжали в командировку на 15 лет. И 15 лет обратно они не возвращались. Они ездили в командировку с большой командой, то есть каждого из них сопровождало 2, 3, 4, 5 десятка специалистов. Среди них были биологи, зоологи, археологи, астрономы. То есть они должны были во время этой экспедиции максимально описать ту территорию, которая была им указана в задании, собственно говоря. И попутно, когда Миллер стал из вот этих всех собранных материалов собирать свою историю Сибири, он понял, что какие-то вещи ему не хватает, и он разослал так называемые анкеты. Что такое анкета? То есть он предполагал, что он в каждый населенный пункт в Западной Сибири пришлет анкеты, и местные жители ему четко скажут. Наш населенный пункт был основан тогда-то, по такому-то решению. Ну вот, собственно говоря, когда такой запрос пришел в Слободу-Царево-Городище, местные жители собрались, ну и сказали, типа, старожилы считают, что это 1635 год. Почему уж там старожилы считали, что это 1635 год? Кто его знает, на что старожилы опирались в это время? Ну, в общем, эта дата крайне сомнительна, собственно говоря. И в конечном итоге вот две даты. 1662 год, кто помнит немножко советское время, правда здесь, наверное, уже никто не помнит советское время особо, Вот, помнят, что когда-то в 1962 году в городе Кургане было очень громко отпраздновано 300-летие города Кургана. Как раз основывалось все это на дате 1662 год. Празднование было колоссальное абсолютно, в сети интернет есть куча фотографий о том, как это праздновалось. Дату это обосновали два курганских историков, Кондрашенков и Лапин. Ну, по сути, для нас, для курганских историков, это основатели вообще исторического факультета нынешнего Курганского госуниверситета. То есть, казалось бы, очень уважаемые мужики, но, к сожалению, совершившие одну банальную ошибку. Проблема заключается в том, что было две слободы царевогородища. Одна была на Тоболе, другая была на Исети. Вот, когда они обосновывали 1662 год, они как-то не дочитали документик, хотя в документе-то сказано, что 1662 год это слобода на Исети. Из-за того, что они не дочитали немножко документик, вот эта дата была очень хорошо обоснована. Она соответствовала тогдашним запросам соответствующей городской и областной администрации. С момента основания области прошло всего лишь 19 лет. Области нужны были крупные даты. В области как раз шел очень большой процесс развития. Только-только завершили строить центральную площадь. Необходимо было привлекать внимание к московских властей, к городу. Ну и поэтому дата такая была нужна. И бог с ним, что она была неправильно прочитана. И по этой причине, когда мы выявили у них в их работе вот эту ошибочку, возник вопрос, как быть дальше, собственно говоря. Ну вот, а дальше получилось вот так. В конце 17 века был такой Лев Поскочин. Он провел перепись Тобольского уезда в 81-83 году. Это не современная перепись. То есть, грубо говоря, тот, кто занимался такой переписью, он лично объезжал все населенные пункты. Он лично опрашивал всех жителей, он досконально узнавал, кто, где, как живет, какой возраст у этих людей, ну и так далее, и так далее, и так далее. И вот в этом документе указывается, что слобода царевого городища построена в 187 году. И далее как раз вот о том, что эта слобода была основана слободчиком Тимошкой Анисимовым. Тимошка Невержин, собственно говоря. И указывает, что он родился в Веркатурского уезда, в Невианской слободе, жил в Далматовом монастыре за вклад. И в 187 году велено ему было на царе в городище строить слободу. То есть, вот этот документ конкретно указывает дату. В чем проблема? Ну, понимаете, это 17 век. То, что здесь указывается в 187 год, это по нынешнему 1678-79. То есть, там Новый год считался не с 1 января, а он считался с 1 сентября. То есть, соответственно, он мог эту слободу основать в период с 1 сентября 78-го года до 31 августа 79-го года. В результате некоторых логических выводов Владимир Владимирович Менщиков пришел, что это была именно весна 79-го года. И сейчас, как бы, дата весна 79-го года, это дата, которая уже ушла везде. Благо, в отличие от прошлых дат, она одобрена городской думой. Есть соответствующий приказ городской думы, собственно говоря. Ну и прочие нюансы. На самом деле, в чем проблема? Проблема заключается в том, что когда было удобнее строить, осенью или весной? Большинство сейчас говорят, да, весной строить однозначно проще. Чем проще? Вы извините меня, то есть, грубо говоря, посмотрите, какая у нас весна. Март абсолютно замечательный. 17 век это так называемый малоледниковый период, который длился к этому времени уже более двух столетий. Там весна ничуть не отличалась от нашей современной весны. То есть, если Тимофей Невержин даже в марте месяце выехал строить Слободу, ему необходимо было здесь срубить деревья, ему необходимо было построить крепость. А буквально уже в конце апреля, в начале мая в регион приходили кочевники. Кочевники до 1730-х годов вели крайне агрессивную политику против русского государства. Если он за этот месяц не успел нарубить соответствующее количество деревьев, плюс к этому, если он не успел из этих деревьев построить крепость, то, в общем-то, судьба этой Слободы была просто-напросто обречена. Времени, еще раз повторю, весной у него было крайне мало, крайне мало. Мог ли он в таком случае поехать не весной 79-го года, а осенью 78-го? Да, однозначно. Мы в этом году с коллегами в Воронеже как-то так получилось, вот, не знаю уж почему, обсуждали эту же проблему о том, когда строили Воронежскую крепость. Вот коллеги из европейской части говорят, а там немножко лучше с документами, чем у нас, что почти все русские крепости на границе русского государства строили в период декабря-января, а не марта-апреля. Почему декабря-января? А потому что инструмент, который был в 17 веке, достаточно неплохо позволял валить деревья замерзшие, их гораздо было проще обрабатывать, чем тогда, когда начиналась весна, эти деревья начинали давать смолу, понятно, да? Деревья валить было гораздо сложнее, собственно говоря, то есть в результате, как правило, выезжали строить такую крепость где-то в конце ноября, кочевников в это время уже однозначно не было, они уходили в более теплые регионы. В ноябре валили дерево, строили землянки, ждали пока ноябрь, декабрь, январь, февраль это дерево отлежится, понятно? В марте это дерево из этого дерева, которое уже 4 месяца отлежалось, которое более приспособлено для строительства, строили крепость, и к апрелю месяцу, когда кочевники снова здесь появлялись, крепость была уже готова. То есть, исходя из этого, на самом деле, для Тимофея Невержина гораздо выгоднее было идти строить не весной 79-го года, а гораздо выгоднее было начинать строительство осенью 78-го года, подготовить лес, а, собственно, весной 79-го только завершить это строительство. Понимаете, на самом деле это просто логические выводы. Почему мы точно этого сказать не можем? Потому что, когда в 17 веке люди получали задание строить слободу, им давали так называемую наказную грамоту. Вот у нас есть такие наказные грамоты, например, для города Тара, для города Томск, еще для ряда городов, даже для Шадринска есть. А для Кургана нет. Несмотря на то, что на протяжении уже 150 лет кто-нибудь пытается в московских архивах найти такую наказную грамоту, эта наказная грамота за 150 лет не найдена. Почему не найдена, собственно говоря? Многие сибирские документы дублировались в Москве и в Тобольске, но это было необязательным правилом. Большинство сибирских документов откладывались как раз только в Тобольске. А Тобольский архив в конце 18 века сгорел. Почти целиком. В том числе сгорели почти все документы 17 века. Если господин Миллер, когда был в Сибири, не откопировал этот документ, а он его не откопировал, то велика вероятность, что просто наши наказные грамоты, которые позволили бы нам установить точную дату основания вплоть до дня, просто сгорело в пожаре 18 века и никогда в жизни найдено уже не будет. А мы с вами только лишь останемся гадать, как же это было удобнее делать с точки зрения инструментария. Конечно, если мы найдем крепость, то мы можем применить некоторые современные методы и, может быть, эти методы дадут нам более точную информацию. Но еще раз повторяю, и крепость мы тоже не нашли. Почему все-таки мы считаем, что более ранняя Слобода не могла быть основана? То есть, грубо говоря, почему русские люди не могли поехать сюда на Табул, построить Слободу за 20 лет, за 30 лет, до 79 года, ну и в конце концов в 1553 году почему не могли сделать? Ну вот это вот такой портретик, это портрет, который делал Михаил Горелик, один из самых известных реконструкторов, который занимался, скачался два года назад, занимался реконструкцией доспехов. Это портрет хана Кучума, того самого сибирского хана, который проиграл в Сибири русским царям. Портрет, понятно, весьма относительный, никто не знает, как он выглядел, могила хана неизвестна, но одежда соответствует 16 веку. Так вот, смотрите, как правило, в учебниках мы привыкли говорить, вот пошел Ермак в 1982 году, и Сибирь была присоединена. Ничего подобного, ничего подобного абсолютно. Даже в русских документах в 1982 году ни о каком присоединении Сибири речи не шло. Даже Москва говорила, Сибирь не присоединена. Впервые о том, что в 1982 году Сибирь была присоединена к Москве, сказал знаменитый русский писатель Николай Радищев, живший в эпоху Екатерины Великой. До него ни о каком 1982 году, ни о каком величии подвига Ермака, ни о чем подобном не говорили вообще никто, кроме священников. Но это совсем другая проблема, почему священники об этом говорили. Я сейчас не буду в это вдаваться, собственно говоря. По сути, по сути, Москва начинает говорить о присоединении Сибири только в 1986 году, спустя 4 года после этого. Почему? В 1986 году русские воеводы по приказу царя построили город Тюмень, а потом построили город Тобольск. И вот с момента появления Тюмени и Тобольска начинается реальное государственное присоединение территории Западной Сибири и включение ее в состав московского государства. То есть до тех пор, пока здесь не появились официальные царевы администраторы, ну в общем мы должны понимать, что ничего не происходило. При этом сама Москва считала, что Ермак, которого у нас сейчас так любят, на самом деле разбойник и грабитель. Буквально через месяц после того, как Ермак ушел в свой поход в Сибирь, в Москве была издана грамота о том, чтобы Ермака срочно в Москву вернуть, провести расследование. Потому что за несколько лет до этого Ермак и его ватага грабануло Ногайское посольство в Москву и обратное московское посольство в Ногае. То есть, собственно говоря, он был государевым преступником, преступником, который мешал внешней политике государства. И для него уход в Сибирь был попыткой уйти от конкретного наказания. Какого наказания? Ну в общем наказание за вмешательство во внешнюю политику в то время было только одно смертное казнь. Причем, смотрите дальше, вот в 1986 год появились русские крепости, но до 1998 года даже Москва говорила о том, что сибирский хан Кучум является царем. Ну, то есть, грубо говоря, мы часть Сибири забрали, но царь остается. А раз царь остается, то и царство тоже остается. И никаких русских отрядов к югу от Тюмени и от Тобольска не существовало. Все территории к югу от Тюмени и от Тобольска продолжали быть территориями татарскими, продолжали быть территориями под властью Кучума. Только в 1998 году он проиграл московским войскам в битве на реке Иртыш. Прогреш был просто кошмарный. В плен попало более 30 его родственников, попали почти все его жены, попали пятеро из его детей, попали жены его старших сыновей, попали его племянники, попала куча аристократии в русский плен. Плюс к этому на поле боя осталось убитыми и ранеными до 500 соратников Кучума. Вот это поражение 1998 года было для Кучума просто кошмарным. После этого поражения он уже так и не восстановился. Он где-то еще около года скрывался в степях и затем скончался. Ну вы поймите, на самом деле в 1998 году правитель Сибирского ханства был человеком очень преклонного возраста. То есть ему к этому времени было от 65 до 68 лет. По временам 16 века мужик в 70 лет это, извините меня, мужик в очень преклонном возрасте, средний возраст жизни того времени редко превышал 50 лет. А для правителя государства 65-67 это очень много. Что любопытно, его младшему сыну был год. А его старшему сыну к этому времени было 38. Ничего разницы между сыновьями, да? Мы, к сожалению, не знаем, правда, какая разница была между его дочерями, потому что у него было 15 сыновей, которые нам известно и было. Но мы сейчас знаем по именам порядка 16 его дочерей. Я не уверен, что мы всех выявили. То есть у него реально была колоссальная семья, где и между женами была разница в возрасте подобная. То есть старшая из его жен должна была быть его ровесницей, а младшей его жен, скорее всего, было там лет 16-17, в общем-то. То есть мужик был героический абсолютно в этом отношении, да. Можно к этому как угодно относиться, хотя для 16 века это скорее не исключение из правил, это норма, в общем-то. Теперь смотрите дальше. Вот 98-й год вроде как Кучум проиграл, но что сразу после этого русские границы сдвинулись к югу? Ничего подобного, опять же. В общем, впервые о том, что какие-то группы населения современной Курганской области начали присоединяться к Москве, мы знаем только по документам 1600-1601 года. Именно в эти два года приесетские татары начинают шертовать присягу, приносить в пользу московского царя. То есть, собственно говоря, именно с этого времени появляются какие-то русские администраторы на Есети, но опять же южнее Есети они не спускаются. Есеть стала такой своеобразной границей русского государства на очень долгое время. Есеть надо было укреплять. На Есети появляются русские слободы, русские крепости, затем появляется Далматовский монастырь, Успенский монастырь, крупнейший центр освоения этой территории. Почему нельзя было спуститься к югу? Ну, какая разница, что хам Кучум убит? Во-первых, у него осталось много наследников, в том числе его старший сын Али, который русское правительство до 1608 года тоже признавало царем. То есть царство сохранялось. Понимаете? Группы к югу от Есети продолжали признавать потом Кавкана Кучума в качестве легитимных местных правителей. Эти легитимные местные правители не были заинтересованы в появлении здесь каких-либо администраторов. При этом хочу обратить ваше внимание. Карты нет, поэтому просто на пальцах. Из-за чего весь сыр бур был? Почему именно на Таболе сошлось-то это все? От Есети до Юргамыша и Куртамыша, то есть практически через всю территорию Курганской области по Таболу, был так называемый Елецко-Иковский бор. Остатки этого Елецко-Иковского бора сейчас в районе Иковки, понятно, да? Но это очень маленькие-маленькие остатки. Так вот тогда, когда татары местные стали с Елецко-Иковского бора платить налоги в Москву, то только в первые годы они с Елецко-Иковского бора вывозили до 70 тысяч шкурок белок. 70 тысяч шкурок белок с одного леса. Это колоссальные пушные богатства с учетом всех проблем экономики русского государства 17 века и с учетом того, что, как бы мы к этому ни относились, это такой популярный взгляд, скажем так, реально Москва 17 века сидела на пушной игле, как мы сейчас сидим на нефтяной. Пушная игла создавала колоссальные запасы московской казны. Именно на эту пушнину, собственно говоря, проводились все реформы. На эту пушнину отстраивалось войско, отстраивались города. И эта пушнина была крайне необходима. Елецко-Иковский бора нужно было починить. Но интерес в пушнине был не только в Москве. И не только в Западной Европе, куда Москва эту пушнину продавали. Интерес к этой пушнине был и в Центральной Азии. И местные татары готовы были продавать пушнину также в Тридорога, в Центральную Азию, в Бухару, в Самарканд, в Хорезм, в Хиву. Вот в эти вот города, где были колоссальные центры торговли, собственно говоря. Вот смотрите, по сути, на протяжении следующих как минимум 75 лет потомки хана Кучума, местные тюркские племена, а также пришлые калмыки, они по сути не пропускали русских к югу. Ситуация начинает меняться только когда? Калмыки в 1630-1660-е годы начинают постепенно уходить на Запад. И оказывается там, где сейчас у нас находится калмыки, понятно, да? А затем в 1661-1664 году произошло просто колоссальное восстание местных народов. Это восстание затронуло всех от Башкирии. Башкирия, Челябинская, Курганская, Чеменская область. Восстание было просто колоссальное. Это восстание ставило своей целью свержение русской власти в Западной Сибири. И в качестве флага этого свержения был внук Кучума, Кучук. Вот когда в 1664 году это восстание потерпело поражение, поражение было просто колоссальным. Почти все племена после этого признали московскую власть. Все казалось бы хорошо, можно к югу спускаться. Вместо калмыков, потомков Кучума и местных племен в регионы появляются казахи. У казахов в это время развивается казахское ханство. Казахскому ханству к этому времени было 180 лет. Казахское ханство было очень большое по численности. Оно испытывало большие внешнеполитические проблемы. Казахам необходимы были новые территории. И как только территории освободились от калмыков и от потомков хана Кучума, казахи благоплощно их заняли. И на следующие еще 70 лет создали здесь внешнюю опасность. Для любых русских слобод. То есть в этих условиях постоянной военной опасности, спускаться к югу и строить здесь какие-то слободы, было просто-напросто обречено на поражение. Это было вещью абсолютно бессмысленной. Хочу показать вам вот такую карту. Но, собственно говоря, это вообще первый чертеж Сибири, сделанный по приказу тобольского воевода Петра Ивановича Годунова, сделанный в 1667 году. Более ранние карты Сибири, сделанные русскими, ее нет. То есть все карты, которые у нас имеются до этого, это карты, которые делали европейские картографы. То есть они рисовали ее в Голландии, в Испании, в Австрии. И, в общем-то, не всегда понятно, на основании чего эта карта Сибири появлялась. Когда не специалисты карты более ранее смотрят, то там вообще просто шикарная вещь. Ну, то есть, допустим, карта такого же размера, вот досюда территория от Москвы до Сибири, а потом вот здесь Сибирь и здесь Китай. То есть знания картографов 15-16 века о сибирской территории были настолько невелики, что они предпочитали просто это незнание скрыть и показать. Вот да, Сибирь у нас есть, но она какая-то небольшая, и сразу не Китай начинает, собственно говоря. И вот в 1667 году русские администраторы поняли, что для того, чтобы понять, чем они управляют, надо чего-то нарисовать, собственно говоря. Рисунок очень хорошо помогает нам осваивать территории, помогает нам понять, где какие границы. Ну, что ломает в этом рисунке? Мы привыкли к тому, что у нас в любой карте наверху север. Здесь в этой карте наверху юг. То есть, собственно говоря, здесь у нас наверху юг. То есть для современного восприятия нам бы карту надо было эту с вами развернуть. Наоборот. Где мы с вами здесь находимся? Мы с вами находимся, вот. Вот это река Табол, вот река Табол. Вот это река Исеть. Вот смотрите, вот граница указана. Ниже этой границы русские земли, выше этой границы написано Кучковы. Или Кучуковы, собственно говоря. То есть тем самым указывается, что даже после поражения 64-го года, еще в 67-м году, здесь оставались племена лояльные не русской власти, а оставались племена лояльные Кучимовичам. Что мы здесь видим? Калмыки. Это тоже калмыки, собственно говоря. То есть по сути, по сути, по сути, в 67-м году вся эта территория принадлежала к калмыкским племенам, принадлежала потомкам хана Кучума. Никакой русской власти здесь быть не могло просто-напросто. Теперь дальше. Наш коллега из Челябинска, Гаяц Хеметоч Самигулов, который пишет диссертацию по как раз освоению Юго-Западной Сибири, сделал несколько лет назад в архиве замечательное открытие. Собственно говоря, он пытался выяснить, кому впервые официально русские власти пожаловали земли по Тоболу. И он нашел замечательную грамоту, данную при воеводе Петре Васильевича Шереметьеве в 1675-76 году. Данные эти известны, опять же, по тому же самому Поскочину. Спасибо Поскочину за его доскональность в работе с документами 17-го века. И в этом документе указывается, что от Исети, если перевести это на русский язык, до Царевого Кургана, затем до речки Кур-Тамышу, и затем по обе стороны Тобола реки до Юргамыша все земли в 75-м году передать Тобольским служилым татарам Сидяшевым Кульмаметьевым. Очень крупный татарский клан. Основатели этого клана еще в конце 16-го века перешли на сторону русской власти от Кучума, участвовали в системе управления Западной Сибирью. Ну и, в общем-то, если мы берем современную ситуацию, то вот эта семья – это основатели так называемых Ичкинских татар. Ичкинские татары – это самая крупная татарская группа на территории Курганской области, проживающая в Шатровском, Шадринском, Альменинском, Сафакулевском районах. Уникальная группа, потому что ее изучение началось всего 5 лет назад. То есть даже специалисты по татарам, в общем, об этой группе толком ничего не знали, собственно говоря. То есть таким образом впервые русские администраторы в 75-м году передали земли по Тоболу. Но не русскому, а передали татарам. Зачем? Практика, сложившаяся за столетия, говорит о том, что если на границе с московским государством подчинены какие-то области, то первый администратор, который должен управлять этой областью, должен быть моноэтничен с тем населением, которое здесь живет. То есть если у нас основное население татары, то и первый администратор должен быть татарином. Он должен говорить с ним на том же самом языке, он желательно должен быть той же самой верой, он должен быть мусульманином, чтобы наладить здесь контакт с местным населением, решить какие-либо проблемы и прочие-прочие нюансы. Или же затем, когда он примеряет все местное население, когда, собственно, местное население понимает, что такое московская власть и будет ли им от этого хорошо или плохо, только после этого на эти земли начинают высылать русских администраторов. И вот первым таким русским администратором, извините, не в том порядке, выставил минутку одну, первым таким русским администратором был как раз Тимофей Невежин. В 79-м году на землях Сейдяшевых и Кульмаметьевых Тимофею Невежину поручили строительство слободы царевого городища. Первого русского укрепленного пункта на только-только подчиненной территории и только-только включенной в состав Москвы. О Невежине мы почти ничего не знаем. Вот реально это все, что мы знаем о нем. Все, абсолютно. То есть, собственно говоря, мы знаем о том, что впервые он упоминается в 49-м году в Успенском монастыре. И, обращу внимание, исходя из того, что он упоминается в Далматовском монастыре спустя 5 лет после основания, скорее всего, Тимофей был личным воспитанником, основателем монастыря, старца Далмата. Это о многом говорит с точки зрения его статуса. Мы знаем, что в 65-м году он женился. Интересно то, что дети у него появились гораздо позднее. В 75-м году он участвовал в очень громких разбирательствах, связанных отчасти с разборками между старобрядцами и православными, отчасти с хозяйственными спорами. В 79-м году из Тобольска его отправили основой в Слободу. В 82-м году он написал очень большой поклеб на раскольника Путянской Слободы, которая сразу после этого была сожжена Тобольскими войсками. В 86-м году сменен приказчиком. Все. Что с ним дальше случилось, не знаем. Мы реально не знаем, куда он исчез. Кстати говоря, обращу ваше внимание, мы очень хорошо знаем, кто с ним пришел в Слободу. Мы знаем их имена, фамилии, но мы не знаем, куда они исчезли. Семей основателей Слободы Царевого Городища, ни Тимофея Невежина, ни тех казаков, которые с ним пришли, ни кузнецов, которые с ним пришли в городе Кургане, в Слободе Царевого Городища по переписи мне фиксируется вообще. Они практически все отсюда исчезли. Единственного человека, которого мы нашли, но и то это очень странная ситуация. В начале 20-го века прапраправнук одного из соратников Тимофея Невежина вернулся в город Курган из деревни. Купил себе дом на улице Климова. Этот дом до сих пор стоит на улице Климова, недалеко от угла с улицей Красина. Объектом культурного наследия не является. Скорее всего, будет в ближайшее время снесен как аварийный, в общем-то. И вот этот человек в начале 20-го века, это единственный известный нам потомок соратников Тимофея Невежина. О сных мы не знаем. Это еще одна большая загадка. Куда все делись? Почему мы о них ничего не знаем? Могу предположить. Проблема заключается в том, что с 90-х годов, с 90-х годов, Слобона Царевого Городища становится важнейшей русской крепостью. И по сути здесь начинают селить не только крестьян, но и начинают размещать именно официальные русские гарнизоны. И складывается такое впечатление, что некоторое число крестьян, не способных выжить в условиях пограничной агрессии, просто покидают эту территорию, освобождая ее именно для официальных русских гарнизонов. Теперь что означает... Извините. Вот так. Еще раз. Вот. Что означает собственное название Царев Курган? Мы как-то привыкли говорить, Курган это могила. Вопрос не в том, как мы понимаем это слово. А я обращу ваше внимание, что, собственно говоря, Курган как могила впервые появляется в энциклопедических словарях только в последней четверти 19 века. То есть это не отражает понимание этого слова непосредственно в 17 веке, в 18 веке. Это слово не понималось как могила, собственно говоря. Только тогда, когда императорские археологи начинают раскапывать скифские курганы при Черноморье, вот слово «курган» становится синонимом могилы, понятно, да? До этого такого не было. Название Царев Курган упоминается в документах 61-го года. Но не как название слободы, а как выдающегося географического пункта, собственно, Кургана. В известном этимологическом словаре Макса Фасмера по отношению к слову «курган» имеется два понимания. Древнерусское могильный хум, очень редко использующееся, является каким-то исключением из правил, и классическое слово «крепость». То есть, собственно говоря, слово «курган» в славянские языки пришло из древнетюркского, и в 95% случаев, когда мы это слово встречаем до 19 века, это «крепость», а не «курган». Что соответствует, собственно, Царева крепость на границе русских земель в Западной Сибири, понимаете? Это немножко меняет отношение к нашему городу, и мы уходим, в том числе, от дивного соотношения «курган как могила», в общем-то. Так идеологически важно отчасти. К этому термину добавлялась прилагательная «царема». Что такое «царева»? В разговорных устаревших выражениях означает «нечто выдающееся». То есть «царева» не потому, что там царь, а потому что это нечто выдающееся на фоне окружающей местности. Отсюда, именно из такого понимания, в 18 веке многие путешественники записывали легенду о том, что на месте города Кургана была татарская крепость. Татарская царева крепость. Они правильно понимали это слово, собственно говоря. Почему могла возникнуть путаница? Смотрите. Это холм царева Кургана на момент начала его раскопок экспедиции Константина Владимировича Сальникова. Ну вот люди, вот холмик. К этому времени надо понимать, что холмик был срезан уже в два раза по высоте. Частично он рухнул, извините, пройду. Он рухнул в воду, частично его уже обрезали различными хозяйственными нуждами, тракторами. Так вот, даже на момент раскопок, процитирую, извините, по бумажке, тяжело с цифрами, как у всех историков. Так вот, даже на момент начала раскопок, высота этого Кургана была 5,5 метров, диаметр был 92 метра, вокруг этого Кургана был ров, ширина этого рва 13 метров, глубина этого рва метр. Затем за рвом, за рвом, был еще вал высотой 3,5 метра. Изначальная высота этого Кургана, если мы его реконструируем, то высота этого Кургана изначально была порядка 12 метров. А если мы берем диаметр со всеми вот этими прилегающими территориями, рвами, валами и прочими-прочими, то это порядка 135 метров. То есть, грубо говоря, это гигантское сооружение, 135 метров в диаметре, под 18 метров в высоту, собственно. При этом в Валу и в Рву было два проезда. Проезды эти были связаны с тем, что курган использовался очень долгое время как усыпальница, там проводили церемонии, так вот эти проезды были 18 метров в ширину. То есть, такие воротная часть, собственно говоря. И понятно, что когда славяне, русские, осваивавшие эту территорию, впервые видели такие курганы, они, откровенно говоря, не знали, что в таких курганах могли кого-то хоронить. Подобного представления не было. В рамках русского обряда курганы исчезли уже как 9 столетий. Как они могли это трактовать? Гигантское сооружение, ров, вал, стена, въездная группа. Это все то, что характеризует, собственно говоря, именно как крепость. Понятно, да? И отсюда трактовка, собственно, города царев курган именно как царева крепость. То есть, крепость построена рядом с вот этим холмом. При этом смотрите. Ну, это ради интереса потом покажу. Максим Петрович. Максим здесь. Вот, собственно, автор этой карты, он здесь присутствует. Максим, помаши ручкой людям. Да. Когда мы год назад делали это? Или два года назад? Год назад мы с Максимом попытались реконструировать, как же выглядела слобода. То есть, чтобы представить себе, где ее искать. Вот, смотрите, это сделано по описанию 1702 года. То есть, описания более раннего у нас, к сожалению, нет. Вот в 1702 году, собственно говоря, пальцем буду показывать, ручку забыл. Была крепость небольшая, то есть острог. Стены этого острога были 60 на 60 метров. 60 на 60 метров острог. Это крупная крепость по русским меркам. Самые крупные крепости у нас в это время были 100 на 100 метров. Вот эта крепость, а вот этот с трех кругом. Специально в пропорции указано, насколько разные были размеры у этих двух сооружений, собственно говоря. При этом, на самом деле, почему в остроге могло селиться большое число людей? В самом остроге вообще никто не селился. В самом остроге была только церковь. А люди селились вокруг этого острога. Их загораживала вот такая вот линия укреплений, которая одной стороной опиралась на так называемую Тобольную Курью, другой стороной опиралась вот на этот Царев Курган. А вот это вот, обратите внимание, это торговый путь. Мимо слободы Царевого Городища проходил торговый путь. Этот торговый путь был частью так называемой Старой Ордынской дороги. Что такое Старая Ордынская дорога? Это дорога, которая появилась еще в XIV веке и объединяла в единую торговую систему Тюмень, Тобольск, Мухару и Самарканд. То есть, грубо говоря, она объединяла крупнейшие города Западной Сибири с аналогичными крупнейшими торговыми центрами в Центральной Азии. И вот часть этого торгового пути проходила непосредственно мимо слободы вот этой вот Царевого Городища, мимо вот этого вот Кургана. При этом, конечно, мы понимаем, что сам по себе Царев Курган в силу его огромной величины, скорее всего, как-то был вписан в эту линию укреплений, возможно, там была какая-то сторожевая башня. Эта сторожевая башня реально, ну, в общем, мы как бы пытались, математически представили себе. Вот с архитекторами я беседовал, то есть, если сам Царев Курган был 18 метров, если мы ставим на нем башню хотя бы метров 5 высотой, то получаем 23 метра в высоту. Так вот, с учетом самого по себе высокого берега, с этой башни 23 метра высотой, можно было видеть окрестности в радиусе 54-57 километров. То есть, собственно говоря, это давало колоссальный обзор в случае нападения кочевников и давало возможность всем жителям посада, что отсюда, что отсюда, спрятаться вот в этот самый острог и пережить вот это самое нападение. К сожалению, можем ли мы это найти? Значит, это у нас энергетики, вот этот торговый путь, это проспект Конституции, собственно говоря. Он проходил, правда, ну, вот проспект Конституции вот здесь проходит, вот здесь проходит. А большая часть вот этого посада и острога, они находятся сейчас под застройкой поселка энергетики. В том году Игорь Константинович Новиков пытался три раза в разных местах разложить раскопы, чтобы выявить какие-то слои вот этой самой крепости. К сожалению, при строительстве поселка энергетиков все старые строения были не просто заровняли, их сверху засыпали забутовочкой метр глубиной, да, каменной такой, понимаете. И вот эта каменная забутовочка метр глубиной пройти нашими современными методами археологическими просто-напросто нереально. При этом я беседовал со старожилами, они говорят, что в некоторых местах эта забутовка могла быть даже гораздо большей глубины. То есть, к сожалению, к большому обнаружить сейчас изначальный острог, обнаружить сейчас изначальный посад вот этой крепости просто-напросто нереально, по всей видимости. И последний момент, наверное, здесь, да, последний момент. Обратите внимание, вернусь вот этому вот. Вот. Это один из самых ранних чертежей Семена Ульяновича Ремезова с указанием «Царево-городище». Датируется он 1984 годом. Чем меня шокирует? Царево-городище. То есть, грубо говоря, смотрите, вот она Белоярская, вот она Белозерская. Белозерская – это белозерка современная, понятно? Четко указано вот на крепость, то, что тут указано крестик, означает, что там была церковь, понятно, да? Царево-городище по какой-то причине царево-городище указано в двух разных местах. И вот это еще одна загадка, которая является для нас, для историков. То есть, мы же все понимаем, что в какой-то момент с поселка Энергетиков, там, где сейчас поселок Энергетик, крепость была перенесена приблизительно в район нашей современной Троицкой площади. В какой момент она была перенесена? По какой причине она была перенесена? Это вообще, собственно, ломает наше сознание историческое. Мы целый год в том году спорили об этом. И мы не можем прийти к какому-то единому выводу. Почему? Потому что, если следовать нашему краеведу Николаю Александровичу Абрамову, он четко говорил, это произошло в середине 1690-х годов, потому что берег был мягкий, берег стал обрушиваться, горожане переехали на более твердое место. Ничего подобного. Никаких обрушений берега до 19-го века не было. Мало того, что не было никаких обрушений берега до 19-го века, так проблема-то заключается в том, что до 1730-х годов перенос был невозможен. До 1730-х годов слобода царевого городища была крепостью, на которой чуть не каждый год совершались набеги. Вы будете строить новую крепость, пока на вас совершают набеги? Нет, не будете. И официальные военные власти отмечали, что крепость была на том же самом месте, где построил ее невежим. И перенос произошел где-то когда-то в конце правления Петра, когда мы тоже найти не можем. То есть на самом деле, если мы подходим к слободе царевого городища, то у нас возникает гораздо больше вопросов, чем ответов. Мы понимаем, почему эта крепость не могла быть основана в более раннее время. Но что происходило в этой крепости на протяжении следующего столетия, для нас на данный момент загадка. Спасибо. С удовольствием отвечу.